Мы переходим к дальнейшей теме нашей программы. Тема достаточно сложная, потому что колоноскопия, возможности скрининга колоректального рака говорят много, но, собственно, есть вещи, которые необходимо говорить именно о стандартизации некоторых аспектов. Потому что эти моменты можно только очень четко, формулярно получить от специалистов. И вот сегодня Кирилл Вячеславович Шишин, непосредственно руководитель отделения, которое этим занимается, представит доклад именно касаемый стандартов качества колоноскопии. Именно на этих стандартах качества мне хотелось бы сделать акцент. Кирилл Вячеславович, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Нам чаще приходится читать наши эндоскопические доклады для эндоскопистов, но, коли уж у нас в данном случае акцент на онкологов, тогда мы позволим немножко расширить название доклада. Стандарты качества колоноскопии, они сопряжены с таким более широким понятием, как скрининг колоректального рака. Дело в том, что ситуация с колоректальным раком в России не самая, так скажем, хорошая, так же, как и во всем мире. В России колоректальный рак – это второй рак по частоте распространения. К сожалению, динамика тоже неблагоприятная. Число выявленных заболеваний растет ежегодно, поэтому эта тема является такой же утрепещущей и волнует не только хирургов, но и эндоскопистов. И с учетом того, что эндоскописты, наверное, первые встречаются на этапе диагностики с этими пациентами, надо реально понимать, что скрининг колоректального рака имеет очень большое значение. Что стоит понимать под скрининговым исследованием? Надо понимать, что в данном случае мы занимаемся диагностикой у целевой группы пациентов, как правило, 50+, и эти все пациенты бессимптомные, то есть приходят на колоноскопию, как на первичные исследования. И все скрининговые исследования должны быть доступные, широко распространенные, достаточно дешевые, информативные, о чем вам хорошо известно. И, соответственно, с учетом того, что это исследование должно быть доступное, дешевое, информативное, надо понимать, что для обеспечения этих возможностей нужно региональное какое-то участие и государственное финансирование. То есть эти программы должны носить государственную поддержку. В настоящее время ситуация обстоит следующим образом. Первым ведущим методом является лабораторное исследование КАЛО на скрытую кровь, которое выявляет позитивных пациентов, которые уже направляются на эндоскопическое исследование толстой кишки. Капсульная эндоскопия и виртуальная колоноскопия, к сожалению, не являются достаточным информативным методом диагностики. И линологические исследования, конечно, уходят уже абсолютно на задний план. Любая скрининговая колоноскопия подразумевает диагностику и одновременное удаление выявленных эпителиальных образований. И именно в таком варианте ее можно рассматривать в качестве метода профилактики колоректального рака. И именно в таком варианте она рассматривается во всем мировом сообществе. Если мы говорим о профилактике колоректального рака, то, конечно, это не удаление каких-то массивных объемов и опухолей, которые занимают 2 трети окружности кишки. Скрининг колоректального скрининга и профилактика колоректального рака – это борьба с мелкими детальными образованиями, как правило, доброкачественного характера, 90% которых может быть удалено при проведении первичной диагностической колоноскопии. Здесь мы должны обращаться к таким параметрам, которые характеризуют или являются индикаторами качества проведенного эндоскопического исследования. Часть из них направлена на какой-то аспект, который предшествует колоноскопии, часть из них должны соблюдаться на этапе выполнения колоноскопии и в последующем наблюдении за пациентами после выполненной колоноскопии, особенно если удалялись какие-то выявленные новообразования. И если обращаться к клиническим рекомендациям различных ассоциаций – европейских, американских, мировых, то есть ряд ключевых показателей, которые отличают качественную колоноскопию от некачественных. Мы подробности разберемся на каждом из них. При этом, в принципе, ни у кого не вызывает сомнений, что используется видеоэндоскоп с высокоразрешающей способностью, используется правильная методика осмотра кишки и применяются дополнительные методы визуализации, которые заложены либо в характеристиках самого эндоскопа, либо в использовании дополнительных витальных красителей. И самым первым и, может быть, одним из ключевых значений является то, что кишка должна быть готова к нашему эндоскопическому исследованию, и это целевое значение должно достигаться 90%. Если кишка готова недостаточно, то повторное исследование должно быть выполнено в течение года после скринингового исследования. В данном случае очень правильно является то, как пациенты характеризуют исследование, на которое они пришли. И нередко можно услышать от людей, может быть, не очень образованных, что они пришли на калоскопию, на фекалоскопию. К сожалению, если это действительно случается так, то говорить о том, что это была выполнена качественная калоскопия, не приходится. И вот почему. Даже при помощи, мы видим, что практически готовая кишка с небольшим остатком кишечного содержимого, если не смыть это кишечное содержимое, то оно может прикрывать патологические образования, которые, ну, в настоящее видео представлено доброкачественным образованием, но на этом месте могло оказаться и доброкачественное образование. И вторым важным моментом, что, конечно, такие образования должны быть удалены за один сеанс, если это не сопровождается дополнительными рисками развития осложнений для пациента. Что, в принципе, очень важно для пациента при подготовке к исследованию? Ну, это, во-первых, препарат, который они принимают, должен быть минимальный по объему. Мы в данном случае говорим не о воде, а о препарате, который принимают, поэтому сейчас общий мировой тренд относится к малобъемным препаратам, двухлитровым, потенциально однолитровым. Соответственно, пациенты хотят иметь минимальный проблем с приемом этого препарата, он должен быть вкусным, хотя на вкус и цвет товарищей нет. Очень важно, это безболезненная подготовка, и здесь предложены ряд режимов подготовки. В настоящее время двухэтапным режимам отдаётся предпочтение. Нас, как врачей, интересует максимально эффективный результат, и все вот эти вот факторы, они в итоге лежат в основе комплоентности человека к подготовке к эндоскопическому исследованию, потому что подготовка может случиться у человека не один раз в жизни. Если требуется повторная колоноскопия, то сам процесс подготовки может людей, грубо говоря, отпугнуть, и, так сказать, они вследствие негативного фактора не захотят проходить колоноскопию. Что нам важно как специалистам, чтобы препараты минимальным образом воздействовали на слизистую кишки, и в данном случае приведена фотография или видео, когда сам препарат вызвал какие-то изменения в слизистой кишке, и нам приходилось их трактовать, проводить дифференциальную диагностику от воспалительных заболеваний кишки, такие микроэрозии, желательно также свести к минимуму использование препаратов, которые могут каким-то образом симулировать или быть похожими на некие патологические образования. Очень важно, чтобы наши пациенты были достаточным образом инструктированы, понимая, что перед исследованием стоит очень много задач, желательно каждому пациенту давать какую-то пошаговую инструкцию, как правильно подготовить кишку, потому что вопросов возникает очень много и как по диете, и как по правилам, которые надо соблюдать, а также по времени приема препаратов, чтобы к моменту эндоскопического исследования или операции кишка была максимально готова, чтобы не было заброса свежего содержимого из тонкой кишки, и мы могли оценивать слизистую, а не содержимое толстой кишки. Ну, следующим параметром это является достижение, собственно, купола слепой кишки и проведение правильного объема вмешательства. К сожалению, не все понимают и не все описывают то, что надо полноценно осмотреть слепую кишку. Полноценный осмотр слепой кишки – это визуализация устья червеобразного отростка, гугиневой заслонки и терминального отдела подвздошной кишки. Если как бы заглянуть издалека в восходящую кишку, то часть логических образований можно просто пропустить, о чем я покажу чуть позже, и есть определенные предпосылки для труднодостижимого исследования, для полноценного исследования, которые определяются женским полом, повышенным возрастом, сниженной массой тела и перенесенными оперативными вмешательствами. Если колоноскопия была неполноценно выполнена или не завершена, то у этой группы пациентов при проведении других исследований выявляется дополнительное образование в правых отделах или в слепой кишке, которое может достигать 14%. Время выполнения исследования тоже имеет большое значение. В данном случае в аспекте информативности исследование интересует, сколько мы будем осматривать кишку на выходе и оценивать слизистую. Есть уже выверенные практикой временные интервалы. Если временной интервал меньше 6 минут, то этого времени бывает недостаточно для полноценного осмотра. Кстати говоря, что если время, отведенное на осмотр, больше 10 минут, то достоверно число новообразований не увеличивается в выявленных, поэтому процедура не должна излишне быть длительной, но и не должна быть скоротечной, молниеносной. Потому что в специализированной литературе есть такое понятие, как быстроскопия, и все, что с позиции пациента может быть положительно воспринято как быстрое исследование от начала до конца, оно в профессиональной среде воспринимается не очень хорошо. Поэтому время, отводимое на колоноскопию, должно быть достаточным не только для достижения купола, но и для совершения полноценного осмотра, потому что осмотр кишки осуществляется на выходе аппарата. Есть ряд критериев, которые очень важны для понимания оценки качества колоноскопии. Это, как правило, характеризуется число колоноскопии, при которых выявлены полипы. К общему числу колоноскопии, так называемый полип-детекшн-рейт, который должен быть больше, чем 20%. Более строгий и более учитываемый показатель – это индекс выявления аденом или показатель выявления аденом. При этом надо понимать, что выявленное образование должно быть удалено, и этот индекс должен быть посчитан у людей, которые пришли на скринингу и колоноскопию. Почему мы говорим об этом индексе? Потому что он является отражением профессионального мастерства человека, который выполняет эндоскопическое исследование. Все это сопряжено с такой позицией, понятием, как интервальный рак. Это тот рак, который развился у человека в тот период времени после эндоскопического исследования, который рекомендован для последующего наблюдения. То есть если рак развился в пределах определенного временного периода, когда мы предлагаем человеку не делать эндоскопическое исследование. И АДР в общей массе у людей, которые подвергаются скрининговым исследованием, должен превышать 25%. То есть у каждого четвертого человека в возрасте старше 50 лет хороший эндоскопист должен найти эпителиальное образование, после удаления которого должен быть поставлен диагноз аденом. И вот повышение АДР на 1% снижает риск развития интервального рака в группе обследованных им пациентов на 3%. Это очень важный показатель, который все считают. Но с моей точки зрения наиболее важным показателем является, наверное, индекс выявления аденом. Не уровень, а индекс. Индекс – это соотношение всех выявленных аденом к общему числу исследований. То есть, по сути, можно выявить одну аденому, успокоиться, ослабить свое внимание и пропустить еще 4. Если мы выявляем все аденомы, и у нас индекс выявления аденом высокий, то это является дополнительным отражением качества выполненного исследования. Естественно, ряд моментов направлены на улучшение качества визуализации. Это связано с введением современных систем с высокой разрешающей способностью использования дополнительных методов визуализации, которые повышают качество осмотра. И ряд моментов, связанных с переносимостью исследований. Потому что вы знаете, что само исследование бывает достаточно неприятным и плохо воспринимается пациентом. В отношении улучшения качества изображения придуманы оптические системы, которые позволяют видеть не только оптикой прямого видения, но и оснащены еще боковыми камерами. И это на больших популяциях позволяет выявить большее число эпителиальных образований в правых отделах, которые являются более сложными для эндоскопического исследования. Еще одним моментом является использование дистальных колпачков, то есть тех конструкций, которые позволяют расправлять складки на выходе аппаратом с осмотром не только доступной слизистой визуальному осмотру, но и обращенной от эндоскопического осмотра участки складки. То есть вот таким дополнительным движением мы можем разглаживать складки слизистой и выявлять патологические образования. Очень помогают методики с использованием не газовой среды, а водной среды. И выявляются или разделяются две методики с заменой водной среды, с введением раствора изначально, то есть избеганием работы в газовой среде. Методика работает у пациентов с пастическими такими изменениями, не часто применяется, но является эффективной у ряда пациентов. Также повышает число выявленных полипов и больше в правых отделах толстой кишки. Ну вот приблизительно так это происходит. Очень важно, что современные эндоскопические стойки должны оснащаться такими водяными помпами, которые автоматически подают воду, не надо пользоваться шприцами. И вот осмотр в такой водной среде позволяет выявить вот такие вот мелкие образования, которые не всегда выявляются в той ситуации, когда кишка перераздута газом. В водной среде складчатость слизистой более выражена, и это позволяет легче манипулировать складками. Правые отделы целесообразно делать несколько, так скажем, визуальных проходов, осматривать правые отделы дважды. Это сопряжено с тем, что просвет кишки здесь достаточно широкий, и вот такие быстрые выходы и проходы, они, к счастью или к сожалению, требуют повторного осмотра. И видите, уже на повторном осмотре, в проходе, так скажем, мы выявляем эпителиальное образование, и вроде бы даже радуемся, повысили свой АДР, но надо не забывать, что опять же в тех широких участках кишки, в правых отделах и в прямой кишке, очень полезно делать инверсионные движения, то есть осматривать на реверсе, на максимальном изгибе аппарата. И вот такое движение позволяет у того же человека выявить уже не гиперпластические изменения, а нормальную, такую хорошую аденому, причем достаточно больших размеров. Но локализация этого образования, она недоступна в визуализации прямой проекции, но хорошо видно в положении инверсии эндоскопа. И, соответственно, такое образование, конечно, должно быть выявлено и удалено. Несмотря на свои размеры, достаточно плохо визуализируется. И прямая кишка – это тоже та область, где можно сделать такой маневр. Здесь, конечно, качество подготовки не очень, но сам находка, она, опять же, позволяет осмотреть область совсем с другой позиции, область аноректального перехода. В данном случае видим геморроидальный узел, но его визуализация из прямой проекции не видна. Но на месте этого геморроидального узла вполне вероятно могла бы быть и опухоль. Такое достаточно часто бывает. Еще очень важный аспект – это переносимость исследований. В данном случае речь идет о том, чтобы делать исследования не на атмосферном воздухе, а используем СО2-помпы. СО2 – это газ, который достаточно быстро всасывается из просвета кишки. И, собственно, исследования, выполненные на СО2, сопровождаются значительно меньшей болевой реакцией, которая отмечается первые 1-2 часа после исследования. И человеку не нужно выпускать воздух, который не всасывается естественным путем. А СО2 просто самостоятельно всасывается в кровоток и выходит при нашем дыхании. Седация при колоноскопии – тоже очень важный момент, который рассматривается в аспекте улучшения переносимости и оказания качества на более качественные услуги. И многие страны рассматривают в данном случае седацию как один из необходимых компонентов проведения эндоскопического исследования толстой кишки. И это очень важно в отношении развития сейчас экспертных референс-центров по эндоскопии. Наверное, Ирина Юрьевна больше расскажет про это, поделится своим первым опытом. Ну, собственно, многие видят в этом и плюсы, и минусы, но все сходятся на том, что газовая среда нужна не только для оперативной эндоскопии, но и для, собственно, диагностики, для улучшения переносимости самого исследования. И вопрос, который на самом деле находится на этапах развития, это вопрос, связанный с регистрацией нашего эндоскопического исследования для того, чтобы фотографии от перенесенных вмешательств были общедоступны. Почему это важно? Это работает в азиатских странах очень широко, но, к сожалению, пока не очень сильно развито в России. Чтобы не повторять исследования, которые были выполнены в других лечебных учреждениях, к примеру, человек пришел не с напечатанным каким-то на бумажке фотографиям, а была общая единая база, которая позволяла путем доведения или заведения по ID пациенту и по ID доктору выявить изменения, которые были выявлены в другом городе или при проведении первичной эндоскопии, чтобы, грубо говоря, не повторять полноскопию и не подвергать человек дополнительной подготовке к этому исследованию, что тоже не всегда им хорошо воспринимается, я имею в виду, пациентам. Такие мысли были у меня. И, формулируя заключение, наверное, хочется сказать, что с позиции эндоскописта скрин колоректального рака должен включать тщательное обследование целевой группы населения, использование высокоинферативных методов диагностики, сочетание диагностических процедур с лечебными, то есть удаление выявленных на образовании. Конечно, это все лежит в основе развития и внедрения программ амбулаторной полипоктомии, которая сейчас пока только развивается. И, конечно, требует программ государственной поддержки, потому что это, к сожалению, пока дорого. И оборудование не всегда и везде доступно того класса, который соответствует качественной эндоскопии. Большое спасибо за внимание. Глубоко уважаемые коллеги, уважаемый Кирилл Вячеславович, я позволил себе перехватить бразды модерирования у Ирины Ивановны, когда переключилась на совещание. Троценко Иванович, исполнительный директор Московского онкологического общества. Большое спасибо за ваш доклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин